Белеет парус одинокий 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 Божьей милостью мы Николай Второй император и самодержец Великий князь Финляндский Чего ты читаешь, как воз везешь? Есть кто-нибудь побойчей? Господин гимназист, будьте ласковы, прочитайте Пожалуйста, с удовольствием, ничего не стоит Божьей милостью мы Николай Второй император и самодержец Всероссийский царь Польский Постой, 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 ты не чести Это ж мы слыхали, ты вот здесь читай, вот про главное Пожалуйста, могу отсюда Решили даровать народу нашему Незыблемой основой гражданской свободы Действительную неприкосновенность личности Свободу совести, слова собраний и союза Стой! 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 Идалься! Стой! Где здесь манифест? А вот здесь, сюда вот Где манифест? Где? А, пропусти! Да пропусти! Пусти эти госполяные Позвольте Минуточку Действительно Черным по белому Даровать Свободу Ура! Извозчик Извозчик, друг мой, брат мой этот день был полон приятных неожиданностей во дворе своего дома петя увидел знакомую фигурку в рваном пиджаке с чужого плеча и разбитых башмаках что в нашем дворе делаешь тебе заходил сказали что в гимназии она отпустили потому что свобода свобода слышь петька ночью за терентием опять приходили а дедушку каждый день в охранке бьют драконы погоди вот когда пойдут наши полицейские участки бить тогда будет свобода ну что ты гаврик я же сам читал даровать свободу совести слова и собрания видишь даровать ну да слушай гаврик как это свободу совести даровать а не знаю по моему мадам стороженко сколько совести не даруй у нее все равно ее не будет а ну их к богу пошли петь постой постой а что это у тебя пуговицы пуговицы ушки чего ты что никогда что львушки не играл нет играл только забыл немножко ну покажи эх ты гляди вот эти студенческие от шинели с накладным орлом это десятки десятки ага офицерские золотые пятки пятки чиновничьи тройки ну а твои гимназические дарки понял постой не лапы не купишь ушки тебе не фантики они денег стоят могу продать если хочешь пожалуйста ты мне сейчас дай а я тебе потом отдам честно и благородное слово отдам а где ты возьмешь у тебя же денег нет а вот и есть а вот и нет и никогда не было а ты есть ну не хочешь не надо не надо ну не надо и не надо и пожалуйста пожалуйста ладно пошли ты постой постой гаврик я тебе отдам лопни мои глаза отдам у павлика возьму у него есть в копилке 39 копеек вчера сам видел святой истинный крест и кто ж у павлика так он же мой брат да это верно брат ну конечно вот это ладно сколько тебе давай на все тридцать девять лишь какой жадный у меня столько наверное и нет на держи давай вот так она еще хватит но только смотри отдашь а то знаешь честное благородное слово отдам я еще может наиграю ну гляди на кону 15 чур последний сейчас сейчас кидаю остался раз-мазилла разве так бьют гляди раз есть два есть два есть три а давай еще ставлю двадцать а давай еще ставлю двадцать в азарт вошел чур последний пожалуйста сейчас сейчас кидаю опять мажешь мячу а а а а гляди раз есть два есть три есть четыре есть ха 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 вот как надо несмотря на объявленную царем свободу город не успокаивался каждый день гаврик сообщал петь и новые вести забастовали железнодорожники на малом фонтане разбили полицейский участок на арнаутской баррикады и идет настоящий бой с полицией гаврик был удивительно осведомлен и петь и порой даже казалось что маленький рыбак каким-то таинственным образом связан с событиями в городе в гимназии первый класс распустили и петя целый день болтался без дела за это время он успел проиграть гаврику столько что даже страшно было подумать час расплаты неумолимо приближался петька 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 а гаврик я сейчас гаврик ты не беспокойся я уже погодь погодь петька давай сначала ушки вот сюда сховаем а сколько так ну петька достал честное благородное слово завтра непременно достану вот святой истинный крест сегодня в долг сокраем нет нет петька так не пойдет ты меня уж сколько дней завтраками кормишь ну гаврик ну вот не мои глаза достану ведь я ж тебе павликову 39 копеек а так так ты с тех пор еще мне три раза по столько же проиграл ну так ведь нет больше тебе веры нет теперь пока не расквитаешься будешь мне отрабатывать как отрабатывать очень просто в рабстве у меня будешь что не знаешь а что я буду делать а вот будешь сегодня со мной скрозь по городу ходить по городу да так там же стреляют а потом у павлика сегодня день рождения уже сдрефил кто я сдрефил это я просто так пожалуйста пойдем другой разговор вот что поди возьми ранец зачем чудак-человек а ушки в чем будем носить а сейчас 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 я виду вот на принес так надень пожалуйста добре ну вот сейчас я тебя и нагружу так так это что все ушки 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 так много а ты думал у меня брат игра серьезные ух какие тяжелые терпи малявка осетром станешь так ну пошли да погодь билет гимназический у тебя есть есть ну-ка покажь вот так выдан ученику пятой одесской мужской гимназии бочею петру так дорожа своею честью гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения здорово сказано на схавай сгодится ну вот мы теперь с тобой пройдем всюду очень на свободно ай да пошли в этот день пройти по улицам было не так-то просто из мирного города коммерсантов одесса превратилась военный лагерь повсюду проносились разъезды казаков на углах расположились солдаты а поперек мостовых то тут то там лежали опрокинутые фургоны груды камней бревна все было ново необычно удивительно гляди гаврик опять улицу перегородили чудак человек баррикады это идем идем ух петька и бой здесь вчера был казачишки на силу с пушками пробились а кто их не пускал как кто мастеровые ну рыбаки из фонтанов дружинники одним словом стой в и и и и и и и куда идете нельзя здесь ходить Текаем, Гаврик, солдаты. Походите, Кать, нам туда и надо. Кому сказано, проваливайте живо. Гаврик, куда ты? Молчи. Дядечка, а дядечка, разрешите нам пройти вон на ту сторону. Мы с товарищем вон в том, в большом сером доме живем. Ихняя мама послала меня из гимназии его привезти. Вон он. Она очень беспокоится, что его долго нет. Дядечка. А где твой гимназист? Да вон он, дядечка, вон. Петька, Петька, иди сюда скорее. Я здесь, дядечка, дядечка. Он, видите, как боится. А ихняя мама так убивается. Дядечка, она так убивается. Мама так убивается. А ну, валяйте, милюзга. Ну, живо, брысь. Спасибо, дядечка. Петька, Петька, бежим. Скорее. Петров, Сидоренко на пост. Остальные за мной. Сидоренко на пост. Ты что, видал? Здорово. Обманули дурака на четыре кулака. Дурака наестула, чтобы тебя раздуло. Стой. Петька, сюда давай. А что мы в этом дворе делать будем? Чудак-человек, он же проходной. Лезь сюда. Скорее. Лезешь? Лезу. Ой, давай, давай, быстрее. Только нас не застукали. Гаврик. Гаврик, что это? Стреляют? Да так горох молотит. Да нет же, Гаврик. Это стреляют на крыше. На крыше? Очень свободно может быть. Стой, Петька, пришли. Кому ты? Сейчас узнаешь. Гаврик, это ты? Я. Принес? Давай вниз скорее. Сейчас. Видал, братан мой теренький. Принес? Да, вот, в рамце. О, спасибо, ребятки. В самый раз поспели. А то у нас уже ничего не осталось. Так, скажи Илья Борисовичу, пусть сейчас же нам еще присылает. А то не продержимся. Ладно, ладно. Петька, а добегом. Гаврик, а что они там делают? Что? В ушки играют. Через полчаса мальчики той же дорогой спешили обратно. Ранец на этот раз был так тяжел, что Петя еле его тащил. Мальчик, конечно, прекрасно понимал теперь, какие это ушки. Но охваченный могучим азартом опасности, он ни за что бы не согласился оставить товарища одного. Они уже подходили к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку. Петька! Погодь, Петька, дальше не пройдем. Почему? Там тот самый черт ходит, что мне ухи крутил и деда бил. Где? Вон, вон, у заставы. Видал? Усатый, который матреса на турге не веловил. Помнишь, я тебе говорил? То-то и оно. Он знает меня, как облупленного. Ни за что не пройдем. А может, пройдем? Как нам поддадим? Как нам поддадим? Ну, смеешься. Ух, дракон. Они там сейчас сидят и дожидаются. Понимаешь, Петька, сидят и даром дожидаются. А я не могу уйдеть, потому что этот черт здесь ходит. Их там всех перестреляют очень просто. Слышь, Петька, чуешь, что я тебе говорю? Чую. Петька, сможешь пойти один? Один? Не дрель. Петька, люди ж погибают. Ну, сможешь? Смогу. Жарь скорей. Слышь, если поймаешься, молчи и отвечай, что нашел на улице и ничего не знаешь. Понял? Понял. Как пойдешь во двор, свистни. А как отдашь, беги сюда обратно. Я буду тебя тут дожидаться в воротах. Понял? Понял. Ну, беги скорее, Петька. Кхе-кхе. 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 Эй, гимназист. Куда лезешь? Не видишь, что ли? Дядечка. Пропустите меня, пожалуйста. Я живу вон в том большом сером доме. Мама о чем беспокоится. Наверное, думает, что меня убили. Выпустите, пожалуйста, дядечка. А ты что, не знаешь, что здесь ходить нельзя? Кхе-кхе. Кхе-кхе. Куда тебя носила? В гимназию. Вот мой билет. Какой еще там билет? Гимназический. Гимназический. А ну, проходи. Живо катись. Чтоб я тебя больше тут не видел. Кхе-кхе. Спасибо, дядечка. Спасибо. Эй. Пссс. Пссс. Ой, ты. Эй. Ты что кричишь? А я свистеть не умею. Ты патрону принес, Шибика? Давай, давай, скорее. Патрос. Ну, принес? Вот. Принес. Ох, сколько. Ох, спасибо. Вот молодец-то. Ну, теперь держись, драконы. Ты не плачь, Марусь. Идиот. Жука. Стоп, сиди тут. Товарищи, ну-ка, держите-ка патроны. Он их сколько. Ай, молодец парень-то, а. А еще гимназист. А. Ну, вот теперь отобьемся. Ненадолго отобьемся. Они орудия ставят. А, это ты гимназист? А ну-ка, иди сюда. Гаврюшка где? Живой? Живой? Ему усатый сюда пройти мешает. У заставы стоит. Какой усатый? Из охранного. Тю, старый знакомый. Ну, кажется, сейчас мы рассчитаемся с ним сполна. Ты что задумал, Родион? Да хочу грешную землю от одного гада избавить. Нам все равно здесь не удержаться. Как из орудий начнут бить, придется по крышам уходить. Так я хоть с этой шкурой рассчитаюсь. Бомбы есть. Одна осталась. В порядке. Ты не плачь. Вот что, гимназист. Ты текай скорее отсюда. А то тебя подстрелят. Да. Скажи Гаврюшке, чтоб домой шел. Северенчи, давай скорее. Лезу. Сейчас, иду. Текай, гимназист. Текай, будь здоров. По царским сатратам. Огонь. Петька, Петька. Живой. Ну как? Отнес. Отнес. Терентий велел тебе домой идти. Они все равно не удержатся. Будут уходить по крышам. Там против них пушку ставят. О, драконы. Слышь, Петька, у меня два мешочка осталось. С Хавайевранции будем в расчете, а? А то мне с ними идти домой никак невозможно. С Хавайев. Может, сгодятся еще. С Хавайев, будь спокойн. О, Гаврюшке. Ты не знаешь, кто там. Кто? Тот самый матрос Тургенева. Честное благородное слово. Собственными глазами видел. Он будет сейчас с усатым кончать. Как кончать? Бомбой. Хоть с ним, говорит, расквитай исполна. Брешишь. Святой истинный крест. Бомба. Честное благородное слово. Честное благородное слово. Вот такой ширины, вот такой улыбки. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Дуняша, папа давно пришел? А, вот он, явился греховодник. Ну, будет же вам поныть на орехи. У брата рождение, а он и носа не кажет. Вот погодите, отец вам задаст. Ах, оставьте бы, Дуняш, каменьков не будет. Так вы хоть, брат, да поздравьте. Хорошо, 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 живи мы. Вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Петр? Да, папочка. Петр, где ты шлялся весь день, скверный мальчишка? В городе стреляют. Ты что, хочешь свести меня в могилу, да? Отвечай. А я, я, папочка, честное благородное слово. Я... Моя копилка! Что там еще? Что, что с тобой? Что с тобой, мой маленький? Что с тобой, деточка моя? Что ты? Папочка, Петь, меня обоград. Копилки ничего нет. Что такое? Папочка, честное благородное слово. Петр, посмотри мне в глаза. Святой истинный крест. Ты еще и вор. Зачем тебе деньги? Зачем тебе деньги? Папочка... Отвечай, отвечай, скверный мальчишка. Папочка, парень, да чтоб мне не было в жизни счастья, если ты и деньги поныщь не проиграл в эти, в ушки, гаврику. Ах, вот она что. Негодный мальчишка, сорванец. Ты играешь в азартные игры? Папочка. В гумишка. Сию же минуту давай сюда эти, как они у вас там называются. Чушки, дужки. Ушки, папа. Ушки? Отлично. Сейчас давай их сюда. Где они? Где? Дай сюда ранец. Папочка, папочка. Так, вот так, это уличная мерзость. Эти микробы. Там, где должны лежать книги. Но больше этой гадости не будет. В моем доме вагонях, плиту и чашель, чтоб тупу не было. Вагонь. Папочка, папочка, папочка. Папочка, стихойте. Раздался небольшой взрыв, плита треснула, из трещин повалил едкой дым, в одну минуту наполнивший кухней. Когда плиту залили водой и выгребли залу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов. Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Петя проболел всю зиму, и только весной ему разрешили выходить на улицу. Ничто в городе уже не напоминало о том, что всего несколько недель назад здесь гремели выстрелы и лилась кровь. Странным и неправдоподобным казалось Пете все, что происходило с ним в те дни. Однажды, возвращаясь из гимназии, мальчик заметил длинную процессию. Это были похороны. Но какие необыкновенные похороны! Петя невольно пошел вслед за ними. Впереди четыре хорошо знакомых Пете седоусах малофонтанских рыбака несли на плечах простой деревянный некрашенный гроб. А за ними целыми семьями шли обожженные ветром молодые и старые рыбаки из малого фонтана, из большого, из Аркадии, из Золотого берега, из Люздорфа. Но мало того, из каждого переулка к толпе присоединялись все новые люди. В праздничной одежде, с лицами покрытыми въевшейся в кожу пылью, шли портовые грузчики, мастеровые смолдаванки, железнодорожники Одессы товарной. Но самое удивительное Петя разглядел не сразу. В середине толпы, за гробом, шел необычно серьезный и аккуратно причесанный Гаврик. Гаврик, ты куда? А кого хоронят? Тихо, не шуми. Дедушку хоронят. Дедушку? А он же... И вот третьего дня из охранки выпустили. Без памяти. Каждый день били драконы. Вчера сен скончался. ТОВАРИЩИ 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 Сегодня мы хороним с вами одного хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье детей своих и внуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Страшно подумать, сколько нашего брата погибло в царских застенках, на виселицах, в охранках. Бьют нас еще товарищи. Сильно бьют. Подняли мы красный флаг на Потемкине, не удержали в руках. Но не зря пролил свою кровь мой дорогой друг Гришева Кулинчук. Не зря отдали свои жизни наши товарищи в Питере и Москве. Вырвали мы у царя манифест 17 октября. Да ненадолго. Испугался царь, стал еще хлеще завертывать гайки. И опять вверх взяли царские драконы. Опять рабочая кровь пролилась по всей России. Но не последней, это наше слово, товарищи. Вот, слышите, товарищи, уже забеспокоились наши приятели. Ненавистно им слово рабочей правды. Но не свистками, не тюрьмой, не винтовками, не задержать им дня расплаты. Вот сейчас отошла от нас еще одна дорогая нам всем душа старого рыбака. нет ее и никогда уже не будет. А может быть, я неверно говорю, товарищи? Может быть, она все-таки сейчас с нами, тая душа, летает над нами, как чайка, и радуется, что мы не оставляем своего дела, и собираемся еще и еще драться за свою свободу, драться до тех пор, пока окончательно не стверкнем со своей спины ненавистскую власть. Прошла неделя. За это время Пете ни разу не удалось повидаться с Гавриком. Но вот рано утром во дворе раздался знакомый свист. Через минуту Петя уже очутился внизу. У Гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье. Гаврик? Здорово. Ты что? Ничего. Петька, хочешь идти со мной на Шаланди? А когда? Сейчас. Под парусом. Сейчас? Брешешь? Собака брешет. Под парусом? Плюнешь мне в глаза. Хочешь? Спрашиваешь? Тогда быстро. А то у нас времени в обрез. Сейчас сколько посмотрим. Один час, два, три, четыре. У тебя часы? Покажи. Пять. Не лапой не купишь. Твои? Нет. Козерные. С комитету. Понял? Понял. Петька, слухай здесь. Матроса нашего споймали. Чуешь? Ой. Врешь. Вот тебе и врешь. Его тогда после покорон прямо с кладбища схватили. Только у него документ на другую фамилию. Но если те драконы его откроют, то, молись и Богу, ставь черный крест, тут же повесят. Чуешь? Чую. Пока он сидит там и еще не открытый. А они ему на воле подстраивают убежать. Это комитет подстраивает. Соображаешь, Петька? Соображаю. А как же он убежит? В тюрьме стена о какая. Разве ее перелезешь? Да не. Зачем ему лезть? Стенку Терентий подорвет. Как это подорвет? Очень просто. Аккуратно, когда сегодня утром у матроса прогулка будет, Терентий Тономит подожжет. Что подожжет? Тономит. Как? Тономит? Ну, который стенку взрывает, не знает, что ли. Он не Тономит, а Динамит. Ну, нехай будет так, только стенку проломало. Так вот этот Тономит как попахнет, а они ходу к извозчику на фонтанскую дорогу. А мы с тобой должны к большому фонтану аккурат к восьми часам дедушкину шаланду подогнать. Соображаешь, Петька? Соображаю. Терентий сказал, возьми с собой Петьку, он парень надежный. Так и сказал. Так и сказал. Не врешь. Святой истинный крест на церкву. Так что же мы стоим? Опоздаем? Давай быстрее. Успеем в самый раз. Ай да. Аккуратно поспели. Слушай, Петька, я влезу на шелковицу и буду глядеть. А ты ходи по переулку и тоже хорошенько гляди. Как только увидишь, кричи мне, а я увижу, кричу тебе. Понял? Понял. Кто вперед заметит? Вову, вступай. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Гаврик, у меня еще не едут, а у тебя. И у меня еще не едут. Ходи дальше. Гаврик, у меня не едут, а у тебя. И у меня не едут. Ходи еще. Едут! Едут! Гаврик! Гаврик, у меня уже приехали! Стоп! Ребята, Шаланда здесь? Здесь, здесь. Под берегом. До уточки. Ну, счастливо, Родион. Счастливо. Не знаю, свидимся ли. Ничего, Терентий, мы с тобой погуляем по бульварам. Ну, прощай. Прощай. Я скорее ложись с пролеткой с Хаваном. Ну, как морячки корабль в порядке? В порядке, дядя Родион. Парус справный, а на дорогу мы вам бочонок с водой в буханку хлеба и восемь таранок положили. Чего ты тут про вянту на неделю? Ну, Гаврик, будь здоров. Гимназист, прощай. Только, ребятки, толк петь к Саланду-то. Раз, два, три. Давай, Петька. Ребятки! Перевать, варусь, вся, убежки моя! Счастливо! Ребятки! До свидания, дядя! До свидания! Гаврик, поехал! Слава Богу, отправили! А как же Шаланда? Так теперь пропала! Шаланда, Шаланда пропала! А как же вы будете без Шаланды? Ничего, не дречь! Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя! Смотри, парус поднял! А как же! Ветер попутный! Эй, смотри, как ходка пошла! И леет парус одинокой В тумане моря голубого, Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю родном? Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю родном? Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он мятежный Просит бури, Как будто в буре Есть покой. Субтитры создавал DimaTorzok